алгоритм правильной реакции на внешние проявления зла от людей вывести себя из стресса сделать диссоциацию выключить инстинкт выживания поблагодарить в мыслях обидчика и вселенная за урок ведь его именно вы сформировали в прошлом если нужно то привлечь к административному и уголовному закону этот пункт очень важен люди как правило боятся обращаться из-за еще больших проблем а внутри испытывают бури негативных эмоций и чувств по отношению к негодяям нужно сделать все наоборот иначе урок будет повторяться до бесконечности пока вы не научитесь правильно реагировать чуть позже вычерпать плюсы и разбор урока по пунктам что я из этого вынес чему научился в чем стал сильнее мудрее компетентнее задать вопрос за что цапанула в этой ситуации здесь вы ищете ограничивающую программу которая скрыта и работает из-под тяжка ваша задача ее найти и перевести в позитивную ровно на сто восемьдесят градусов сделать основной вывод на будущее как буду поступать в подобной ситуации нужно разработать план новую стратегию поведения соответствии с высшими законами мироздания внедрять этот план в реальность в моменты проверки свыше и штаба для отработки и новой реакции примечание прикрикнуть и даже зарать на человека можно но при внутреннем спокойствии принятие и любви к человеку после того как закончили это утилизировать в пространстве свой ор представить что все ваши вибрации вокруг трансформируются в цветы или радуку или другие позитивные образы но помним такое поведение должно быть больше исключения чем правило если масса людей будут думать что бесполезно ходить в полицию добиваться того чтобы зло было пресечено то именно этого мировое правительство и добивается им важно чтобы в ваших головах сидела программа я мы ничего не можем сделать их задача сформировать нам иллюзию чтобы мы бездействовали и сидели вы ничего не делали и и чем больше мы сидим тем больше нас будут свыше через них даже мать это аксиома правила крымера здания для того чтобы нам научиться отстаивать свои права в спокойствии принятие начнем с простого с научения пребывать в эмоциональном балансе на все случаи жизни техника кто нам мешает тот нам поможет исходная ситуация мужчина женщина нервничает в автомобильной пробки поблагодарите грегор пробки за обучение делать себе самовнушение чем больше я стою в пробке тем крепче мои нервы тем больше я отрабатываю карму или качество спокойствия вторую часть фраза придумать самому важно красочно и подробно представлять в образах этот сюжет таким образом вы формируете себе на тонком плане будущее и совершенствуете себя за что вселенная обязательно вас поощрит исполнение вашего желания после нескольких самовнушений найти полезное занятие в пробке продумать его заранее чтобы использовать время с пользой исходная ситуация мешает посторонний звук или уснуть или сосредоточиться используем самовнушение с каждым звуком дрели храпом партнера я больше успокаиваюсь визуализировать спокойствие с каждым последующим звуком я вхожу в лучшее состояние концентрации звуковое сопровождение внутри себя с каждым звуком я все больше погружаюсь в нужное состояние спокойствия и равновесия представлять тактильное ощущение баланса чем больше работает дрель тем больше и буду в хорошем настроении усилить образ по модальности ярче четче красочней позитивней пропишите сами те состояния которые хотите получить в результате если вы сделаете подряд 4 5 раз эту процедуру то на 6 7 раз у вас будет очень хорошо получаться справляться с любыми раздражителями все дело в наработке новой привычки преобразование негативной энергии в свой ресурс исходная ситуация ваш адрес за спиной завистники учителя посылает проклятия то есть очень сильный негатив для начала надо понять для чего эта ситуация чему она вас обучает поймете урок и все недруги исчезнут или перейдут в стан друзей поблагодарить их искренне послать благодарность терепатически виде подарка провести анализ ситуации чему обучаюсь выписать это принять ситуацию как положительный опыт для себя накидать план на будущее как лучше поступать в подобной ситуации представить себя в коконе представить что на внешней части оболочки этого кокона есть трансформатор любая энергия и негативная информация проходящие зоне доходя до оболочки начинает преобразовываться в позитивную энергию можно представить цветочки радугу солнышко птички поют преобразованную энергию в коконе вы собираете и направляете по коридору к своей церей мечте заранее прописать и представить красочно представьте в своем воображении как эта энергия помогает осуществить вашу мечту поставить время на работу этого трансформатора или попросить своих наставников убрать его тогда когда не сочтут нужного для вас последний пункт обязателен программа должна быть выключена когда отработана иначе будет работать на автопилоте когда вам это не актуально и может мешать вам исходная ситуация рядом с вами сильно ругаются матом уйти невозможно представляете что каждый раз когда ругающийся человек раскрывает рот из него вместо мата выходят цветы радуга и всякое приятное когда я порекомендовал этот метод одной женщине которая работает с постоянно ругающимися мужчинами она была в восторге все помещения в его воображении были заполнены цветами она была внутренне счастлива а внешне сияла а мужчины видео состояние переставали ругаться матом и тоже улыбались тем самым она легко пребывала в позитивных эгрегорах вне зависимости от внешней ситуации она перешла в состоянии принятия помните аксиому правил мироздания что излучаешь то и получаешь по законам обучения в реальности важно попросить вежливо людей вашем присутствии перестать ругаться матом и отравлять пространство это защита своих личных границ тем самым вы пресекаете распространение деструктива закон гармония пункт баланс в отдаче и получение благ осознанная самодисциплина выполнение этого пункта закона выше справедливости кармы все несчастья у человека на земле происходит именно из-за одной простой вещи он просто не знает правил по которым взаимодействует с ним мироздание для каждого человека должен быть девиз по жизни карма мне дороже человеку важно уяснить что если воруешь у соседней клетки значит воруешь у единого организма космос значит у себя карма всегда приведет жизнь человека в баланс если нарушен этот пункт отдачи и получения закон гармония возврат долгов через космические законы мироздания любое присвоение чужой собственности себе денег вещи объекта человека родственника мужа жены детей в том числе ресурса или явления которые нам не принадлежит возвращается бумерангом виде потери у человека в несколько крат больше чем он взял при воровстве происходит нарушение баланса во вселенной она строго следит за каждым человеком из социальной группы через автоматическую систему можно сказать компьютерную систему подсчета вся информация жизнедеятельности живого существа автоматически записывается в душе человека его биополе и тут же сохраняется во вселенской базе данных о каждой единице космоса когда человек мухлюет для высшего организующего начала это выглядит как в моей жизненной истории когда я была молодая и моему сыну было два с половиной годика он плохо ел и постоянно хитрил с недоеденным один раз я ему дала сардельку и отошла на время прихожу и вижу забавную картину откушенная на почти целая сарделька лежит под десертной тарелкой который стоит почти вертикально на ней сын радостно и торжественно сказал я все съел мне так стало смешно он ее спрятал я не стала его заставлять ее доедать но эта история очень запечатлелась мне из нее я поняла как свыше смотрит на нас как на детей смеются и тот же нас обучают когда мы мухлюем пытаемся что-то скрыть и присваиваем чужое по любому поводу все наши действия записываются в двух вариантах вашем биополе душе и в архиве база данных вселенной в нужный час день хотя в космосе всего этого нет все скрупулезно подсчитывается и выдается результат ваш дальнейший событийный поток жизни в соответствии с вашими действиями вчера в этом подытоге будет все выверено до последнего цента и грамм после этого у кого-то возврат толков произойдет быстро у кого-то чуть позже наше время отличается от прошлых эпох тем что сегодня очень быстро прилетает кармический бумеранг сразу отвечу всем читателям кто ссылается на тех власть имущих которые сейчас расхищают государственную казну почему у них все хорошо во первых вор государственного масштаба может быть под покровительством больших игр игр астральных полевых социумов до поры до времени у него все может быть более-менее стабильно это своего рода отодвигание своей кармы во времени во вторых вы видите их жизнь в узком видимом диапазоне вы не знаете подробности их жизни что на данный момент у них происходит у кого-то из них возьмут кармический долг деньгами у кого-то возьмут самым дорогим для человека здоровьем детей близких потери бизнеса отношений у кого-то дети внуки будут сидеть в тюрьме у кого-то станут наркоманами алкоголиками или кроманами который вытащит все из дома а то и сам человек окажется в какой-то зависимости от постоянного страха за то что поймает у тех кто наверху возьмут по крупному спросит по полной кто подворовывает по мелочам возьмут ровно столько сколько нужно человеку для понимания что брать чужое нельзя чем больше человек будет упорствовать тем больше будут обучать все что нажито непосильным тасканием чужого в том числе из детского садика школы или иного государственного или частного заведения вернется вселенной у кого-то сгорит дом или все добро снесет наводнение кого-то ограбит или мошенническим способом вытянут последние деньги припасенная на похоронный черный день вселенная всегда забирает самое ценное у человека и в самый неподходящий момент жизни чтобы тот понял что брать чужое прежде всего плохо для себя родного бумеранг наших действий всегда возвращается забрав что-то у кого-то человека государства организации планеты например безжалостно разграбляя ресурсы вес нефть газ особенно не экологичными способами человек или социальная группа тем самым выбирает потенциалы собственного будущего будущего своей семьи рода и даже народа один такой находчивый остап бендер может оставить всю семью без рез существования в будущем ведь жизнь не заканчивается десятком или двумя лет жизни рождаются дети внуки правнуки которые в будущем пожнут семена посеянные своими предками поговорка дети за родителей не отвечают может конечно кого-то успокоить но не все так примитивно с точки зрения космических законов каждый ребенок попадает в ту семью который он заслуживает кармические и его лицо он у детей родителей есть похожие или смежные программы обучения опыта эксперимента кроссологов с детьми которые в этой жизни страдают какими-то серьезными заболеваниями недугами показывает что эти дети в прошлом были расхитителями государственных благ или другими крупными мошенниками и махинаторами именно отсюда проистекают причины почему ребенок с маленького возраста весь больной мучается как правило таких людей оставляют сознание то есть без психических отклонений чтобы они понимали что с ними происходит чаще всего тяжело больные инвалиды 65 70 процентов от общего количества это кармический бумеранг из прошлых жизней малый процент инвалидов это миссионеры сегодняшние кармические инвалиды в прошлом угнетали людей используя власть решая их свобода в разных сферах в том числе и финансовой всем кто притесняет сегодня людей их потенциал реализации стоит чаще смотреть на обездвиженных инвалидов которые им попадаются по жизни так как это их будущее благотворительность адекватно ли помогать всем подряд много лет назад в сеансе эгрессии на совете старейшин мне дали ответ на вопрос о благотворительности показали образ очень острого ножа с двухсторонним лезвием оказывается неуместной помощью можно здорово навредить душе которая не особо стремится к развитию самый главный закон развития и каждая клетка космоса в том числе человек обязана развиваться во всех сферах взять например бомжей эти клетки единого организма упорно не хотят трудиться на благо всего организма они живут трудными на теле общества как вы думаете космос как главный организатор реальности будет поощрять эту деградацию нет помогая подобным людям и не обязательно бомжам а просто тем кто живет за счет кого-то человек нарушает высшие законы собственно тот кому помогает благодетие незаслуженно платит черной неблагодарность сама реальность через этих неблагодарных показывает человеку что он нарушает высшие законы гармонии развития как быть тяжело больными которые просят денег на дорогие операции лекарства как правило инвалиды с детства больше их часть нарушали высшие законы в прошлых жизнях и сегодняшний итог это честно заработанная карма среди них много людей духовно незрелых озлобленных и обижающихся на мир и людей сами они ленивы и хотят жить за чужой счет отсюда и жизнь у них тяжелая помните о том что благотворительность это острый нож с двусторонними резвиями вы можете навредить не только той душе которой помогаете но и себе за то что поощряйте иждивенца расскажу о своей позиции если поросящий человек развивается делает многое для своего благополучия то я с удовольствием ему помогаю но больше не деньгами а своей психологической помощью ведь все преграды в голове убрав их легко получается справиться с любыми задачами по жизни и никакие материальные блага и огромные деньги на лечение впрок не пойдут а только усугубят ситуацию если за головой с мышлением не работать чему обучают в ситуации с тяжелобольными родственниками родители в тандеме с детьми инвалидами могут отрабатывать другую программу например научиться ухаживать за такими детьми и людьми в терпении и смиренном принятии ситуации в регрессиях прошлой жизни показывают что в прошлом они систематически отказывали в помощи и заботе о близких причем это было связано даже со смертельными случаями когда их отказ в помощи приводил к смерти например умышленная неподача лекарства при приступе приводящим к смерти и в следующей жизни такой отказник вынужденно ухаживает то за родителями то за близкими родственниками причем эта цепочка не кончается уходит один появляется другой конечно в том случае если человек не понял урок есть люди миссионеры как ник войчич который хоть и рожден инвалидом но своим примером мотивирует людей на радостную полную жизнь его посыл если я сделал чудо из себя то ты с руками и ногами и подавно можешь что такое деньги и кому их выделяет вселенная ваши деньги не ваши они принадлежат вселенной и даются нам для развития совершенствования этого мир кому выделяет изобилие вселенная многие компании в своей деятельности преследует высшее намерение в котором заявляют что заботятся о большом количестве людей кто-то следует этим лозунгом кто-то пишет для красивого словца простой человек мало задается вопросом зачем я хожу на работу ответьте на него прямо сейчас от этого будет зависеть ваше будущее все люди являются проводниками различных эгрегоров на плотном плане вы являетесь их руками все средства которые вам предоставлены свыше в том числе материальные даны как ресурс с помощью которого вы пришли творить созидательную реальность для вселенной высший космический смысл любого приобретения это передача человеку от духовных групп и крекеров средств для более эффективного служения вся жизнь человека это служение работа на идею и качественное участие в мировом эволюционном процессе запомните все что человек получает в жизни в личную собственность является средством для осуществления им своей миссии человек несет ответственность за правильное использование приобретенных материальных информационных и энергетических благ например как только руководитель зажимает зарплату ему тут же перекроет общий доход так как свыше деньги выделяются на всю команду и наоборот если он ставит высокое намерение помочь через свой продукт максимальному количеству людей то главный фундамент в его деле уже заложен каждый раз когда вы хотите заработать деньги спросите себя зачем мне деньги зачем я хожу на работу какую пользу я принесу этому миру действие без постановки исследования высокому намерению принести максимальную пользу обществу обречено на право как и где мы воруем у вселенной самих себя почему одни воруют и чувствует себя нормально а кого-то может даже мучает совесть но кушать хочется и не хватает денег на выживание другие оправдывают себя что у богатых и так много всего и у них не убудет типа можно украсть гвозди и все что плохо лежит на заводе или фирме где человек которому не платят зарплату работает вроде как сам создатель послал так поступать с ворами давайте узнаем себя в приведенных примерах соответственно исправим ситуацию в этом вопросе хищение может сводиться не только прямому воровству кошелька и сумки бабушки туда же относится таскание с работы всего что плохо лежит скотч бумага ручки гвозди а еще сдача в магазине куплены льготы инвалидность и прочее конечно откаты обману расчетах естественно взятки купленная за пол цены у тех кто ворует особенная статья высших законов вы являетесь соучастником преступления и даже косвенно заказчиком если бы люди не покупали воров они бы не воровали с вас вселенная возьмет ровно в соответствии с вашей внесенной лептой все что вами нечестно приобретена подарки не в счет все это чужое некоторые люди присваивают льготы которые мне принадлежат инвалидность и прочее кто-то разбавляет бензин на бензоколонках кто-то обсчитывает в обычном магазине кто-то вымогает лишние услуги и агрессивно навязывая свои товары обманом путем а кто-то просто вскрывает личные страницы в соцсетях и просит денег и это называется мошенничество ох к этим людям у меня особенная любовь написала даже инструкцию как поступать в подобной ситуации есть категории людей которые воруют по-крупному рейдерские захваты грабит государственную казну напрямую или по закону официально это называется освоить деньги в одном известном городе покорчевывает хорошие асфальт и бортики и укладывают новый которого хватает ровно на год так как закладывают целенаправленно в новый продукт заведомый брак чтобы все рассыпалось за год и чтобы появился официальный повод начать подсобные работы тоже происходит в автомобильном и прочих производствах а то ведь если производимые продукты будут вечно использоваться то что будут производители продавать через год эти корпорации будут мало существовать вселенная приложит максимум силы чтобы они развалились про прямое воровство и взяточничество в крупных размерах умолчу потому что дело не в том чтобы перечислить все виды мы и так их знаем хотя к воровству будет относиться и сбор урожая из чужих полей частных и государственных желание зажать лишнюю сдачу магазине или умолчать своему партнеру о дополнительной прибыли не досып килограмму сахара 20 грамм на производстве некачественные ингредиенты для заявленного продукта а еще на дачах и в домах пленку в электро счетчики суем для экономии вспоминайте сами кто что присваивает и оправдывает себя разными словами я как парапсихолог и прежде всего регрессолог зайду с другой стороны космических законов мироздания и высшей справедливости космоса многие люди верят кто то нет но все же в душе побаивается что же их ждет когда час икс пробьет когда после смерти они предстанут перед создателем вдруг свыше спросит друзья уверяю вас спросит и при жизни вам постоянно намекает на это через жизненные ситуации среди всех категорий граждан а кто ворует или подворовывает есть такая категория людей кто чужой копейки не возьмет даже если он будет голодать почему и на этот вопрос будет дан развернутый ответ чуть ниже каждый адекватный человек подсознательно понимает что воровать это плохо его смладенчество приучает к этому и социум с ясельной скамьи и адекватные члены семьи и конечно же законы любого государства но все равно ворует кстати в тех странах где верит в карму воровства значительно меньше например в таиланде любая вещь оставленная где то будет лежать именно там хотя забыла есть еще туристы из других стран которые игнорируют высшие законы мы рассмотрим этот вопрос с позиции высших космических законов мироздания воруешь получить тюрьму физическом теле всех кто сегодня ворует по крупному ждут серьезные плотские мучения и ограничение физического тела в будущем кстати не только в следующей жизни сегодня негативной карме очень быстро начинает возвращаться отрабатываться в этой жизни загляните в список инвалидности и это будет будущее для тех и их семей кто сегодня активно ворует и использует власть для наживы причем концу жизни как правило такие люди понимают что всего этого они не возьмут собой и все было тщетно напрасно и зачем они так сильно напрягались и тряслись от страха что их поймает а это действительно с каждым происходит кто ворует и через это они зарабатывают серьезные хронические заболевания в будущих жизнях такие люди попадают в государство и семьи где царствует крайняя финансовая нужда и такие люди чувствуют себя из прошлых жизней реально чуть ли не царями баронами и графами но в помоях родственники недоумевают откуда такой взялся весь царственный и важный да к тому же требует обращение как высочайший особи думаю каждый может в своем окружении припомнить такую особу а может это вы сами и такие клиенты в моей практике бывали когда их в последних жизнях протащили из крайности в крайность то богатые высокий статус то последний нищий с вытиранием ног об него всего социума воров сегодня ждут в следующей жизни постоянные обманы человека будут на ровном месте подставлять и вешать на него всех собак или по-другому он станет козлом отпущения вроде ни у кого ничего не беру а весь в долгах сплошные кредиты и за себя из-за того парня здесь вообще забавно человек себе чувствует таким белым и пушистым а тебя постоянно и фейсом аптейбл и постоянно звучит внутренний вопрос за что за прошлое батенька интересно вам что в прошлом натворили идите в регрессию в прошлой жизни и смотрите что там накосячили когда увидите что сделали с другими людьми и примите сегодняшнюю данную ситуацию в которой вас обманули ограбили или подставили в этой жизни то попросите прощение у своих жестких учителей и конечно поставьте запрет на подобное поведение на все свое будущее вот тогда и настанет вам счастье вы отработаете свою негативную карму можно обойтись и без просмотра прошлых жизней как это сделать об этом чуть ниже как отучить мошенников взламывать и просить деньги в соцсетях и мессенджерах в последнее время ко мне вконтакте часто стучатся мошенники которые просят денег они взламывают чей-то аккаунт это их имени просит денег один раз своей жизни в скайпе я повелась на такую ловку и перевела им деньги это был для меня хороший платный обучающий урок и немного подумав в чем для меня эти участившиеся уроки я быстро поняла что мне нужно поделиться с вами мои дорогие своим опытом и рассказать как же их остановить и заставить одуматься как гипнолог и парапсихолог я разработала особый текст для таких остапов которые нужно посылать если вам придет такое сообщение но начну все по порядку потому что просто так этот текст вам посылать нельзя нужно учитывать высшие законы космоса текст который вы пошлете мошенникам запустит в их судьбе быстрый возврат кармического долга текст будет ниже он составлен по всем законам гипноза даже если это не видно непрофессиональным глазом он автоматически запускает у мошенников поставленные программы и привлекает внимание высшего начала произвести возврат кармических долгов важно с каким посылом вы отправляете текст в данном случае мошенников нужно внутренне поблагодарить за урок даже доброжелательно без сарказма и гидства но запутался человек с кем не бывает мы тоже далеки от идеала и в этом состоянии спокойствия посылаем ему текст если вы этого пока не можете то не стоит этого делать помним о том же законе причинно-следственных связи вам вернуться все ваши негативные эмоции в другом виде через другую жизненную ситуацию берегите себя и свою карму и так посылаем текст без эмоций как говорят ничего личного просто мошенник оставлю на место и пресекаем зло исходящее от него этим вы выполняете особую миссию как настоящий полицейский наводит порядок только вы космические полицейские в этом случае или на крайний случай космический дружинник в чем урок для общества в целом а таких мошенников все делается ради наших реакций в данном контексте чтобы социум действовал сообщая единой команды если такие сообщения будут получать разного рода жулики каждый раз когда им вздумалась обмануть то поверьте на 10 а то уже и на пятый раз они задумаются и перестанут это делать почему в мистику верят все потому что она случается с каждым случайные совпадения предупреждающие знаки и сны все это неотъемлемая часть жизни каждого человека после отправленного послания вселенная тут же сформирует мошеннику событийный поток жизни который описывается в тексте именно это их остановит повторяющийся программирующий ответ от большинства людей это своего рода групповой посыл программа социума одному субъекту который нарушает законы вселенной это огромная сила энергия и она обязательно будет воздействовать на человека хочет он этого или нет и никакие магические защиты не помогут любая защита будет действовать только на короткий срок но это еще больше оттянет резинку которая всегда возвращается ее хозяину по космическим законам воздаяния будет ли для человека который посылает этот текст какое-то негативное или позитивное воздаяние по законам вселенной да но плюс к вашей карме плюс 1000 если вы сделаете все правильно ведь карма воздаяние есть как негативное так и положительное проигнорировав их зло после того как вас обманули вы тем самым поддерживаете их мотивацию и поддерживаете возрастающие зло на планете и растите им крылья и так долгожданный текст обычно мошенники начинают с такого вопроса ты тут привет в ответ я пишу что-то и дальше с стороны самые интересные неудобно спрашивать ты можешь до среды денег занять мне 18 тысяч нужно всего я думаю несколькими частями найти сколько у тебя получится и тут вы пишете с чего вдруг тут мошенники взламывает аккаунты и просят денег так вот есть такое слово карма слышал страшная вещь все благо что ты взяла других нечестным путем забираются в серены из твоей жизни в тройном размере и боли очень скоро ты почувствуешь на своей жизни а может уже чувствуешь как у тебя рассыпается на ровном месте здоровье несчастные случаи участятся ушибы и травмы будут сыпаться на твое больное тело тебя все чаще будут кидать там где ты не ожидаешь тебя уже поджидает грабеж за ближайшим углом но самое прелесть и интересное для тебя это твое будущее и она очень печально для тебя это полное безденежье так как ты выбрал свой ресурс из будущего став на путь мошенничества таков закон вселенной веришь ты в это или нет это не важно высшая справедливость работает в любом случае если не поймешь первых предупреждений то ты потеряешь самое ценное для тебя что для тебя самое дорогое в этой жизни деньги материальные объекты машина дом здоровье красивая жизнь благополучие близких друзья станешь инвалидом а если перестанешь заниматься мошенничеством навсегда попросишь прощение перед людьми мирозданием то программа автоматически отменяется выбирай дорогой друг береги себя и свою карму с большой любовью и заботой к тебе соседняя клеточка космоса обычно отвечают что взломали аккаунт в этом случае можно сказать бывает если вам ответят матом или грубостью пошлите ему последнюю фразу к твоей карме еще минус тысяч искренне прошу береги себя примечание народ у нас творческий этот же начинает использовать куда надо не надо данный текст еще раз обращаю ваше внимание что посылать можно этот текст только явным осознанным мошенникам и тем кто увлечен в этом на все сто процентов потому что текст работает мощно если вы запрограммируете человека который не виноват то ответственность будете нести уже вы берегите свою карму к другим категориям воров нужно подходить индивидуально нужно знать высшие законы и приема гипноза рекомендации на будущее чтобы не попадаться на просьба деньгах для того чтобы не попадаться на просьба мошенников свяжитесь человеком по телефону и уточните он ли просят деньги если он не берет трубку дождитесь когда он будет в сети и лучше если вы ему дозвонитесь есть мошенники которые звонят по телефону с этими отдельный разговор он Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok